Совершенно секретно. Казачий коллаборационизм. Казачий коллаборационизм – это практика сотрудничества и взаимодействия между казаками и администрацией нацистской Германии в годы Второй мировой войны. Обоснование. Казаки. Историческая справка. Готы. Древнегерманский союз племен. К тому же, в начале политической карьеры Гитлера его поддерживали некоторые казачьи лидеры. Третий рейх сумел привлечь на свою сторону довольно большое число казаков. Идея реванша за проигранную гражданскую войну, обретение казачьей государственности и создание независимого государства под названием «казаки» с помощью нацистской Германии именно в годы Великой Отечественной войны обрели новое дыхание и превратили казачьи части вермахта в орудия борьбы против советской власти. Казачий стан. В октябре 1942 года в оккупированном германскими войсками Новочеркасске с разрешения немецких властей прошел казачий сход, на котором был избран штаб войск Донского. Началась организация казачьих формирований в составе вермахта, как на оккупированных территориях, так и в эмигрантской среде. 10 ноября 1943 года был сформирован казачий стан. Казачий стан – это военная организация, объединявшая казаков в составе вермахта. По различным оценкам, к концу войны на территории Германии и подконтрольных ей стран оказалось от 70 до 110 тысяч казаков, включая женщин, стариков и детей. Значительное число из них были беженцами из Советского Союза, отступавшими с казачьих земель вместе с германской армией зимой 1943 года. Кроме того, довольно большое число казаков воевало в составе германской армии, причем именно казачьи части пользовались практически полным доверием немецкого командования, так как обладали высокой боеспособностью и надежностью. Эти казачьи части сыграли значительную роль в истории советского коллаборационизма в годы Второй мировой войны. Казачьи подразделения несли охранную службу в разных районах на территории СССР. Воевали с регулярными частями советской армии в битве за Северный Кавказ, боролись с югославскими и итальянскими партизанами, вместе с частями СССР подавляли Варшавское восстание, участвовали в строительстве Атлантического вала и сдерживали наступление англо-американских войск летом и осенью 1944 года. Дивизия Панвица В том числе 1 июля 1943 года была сформирована 1-я казачья дивизия, командиром которой был назначен генерал-майор Гельмут фон Панвиц. С 25 сентября 1943 года дивизия воевала на территории независимого государства Хорватия против народно-освободителей армии Югославии. Передача в августе 1944 года иностранных национальных формирований вермахта введения СС отразилась на судьбе 1-й казачьей каверийской дивизии. На состоявшемся в начале сентября 1944 года ставке Гитлера с совещанием с участием фонд Панвица и других командиров казачьих формирований было принято решение о развертывании 1-й казачьей кавалерийской дивизии фон Панвиц, пополненной за счет частей, переброшенных с других фронтов в корпус. Одновременно предполагалось провести среди оказавшихся на территории рейха казаков мобилизацию, для чего при главном штабе СС был образован специальный орган резерв казачьих войск во главе с генерал-лейтенантом Шкурка. Генерал Краснов с марта 1944 года возглавил созданное под эгидой Восточного министерства Главное управление казачьих войск. Шкура и Краснов обратились к казакам с призывами подниматься на борьбу с большевизмом. Вскоре в дивизию фон Панвиц стали прибывать большие и малые группы казаков целые воинские части. В их числе были два казачьих батальона из Кракова, 69-й полицейский батальон из Варшавы, батальон заводской охраны из Ганновера и 360-й полк фон Рентельна Западного фронта. 5-й казачий учебный запасной полк, дислоцировавшийся до последнего времени во Франции, был переброшен в Австрию, поближе к району действий дивизии. Усилиями вербовочных штабов, созданных резервом казачьих войск, удалось собрать более двух тысяч казаков из числа эмигрантов, военнопленных и восточных рабочих, которые были также отправлены в первую казачью дивизию. В результате, в течение двух месяцев, численность дивизии увеличилась почти в два раза. Приказом От 4 ноября 1944 года 1-я казачья дивизия была передана на время войны в подчинение главного штаба СС. Эта передача казалась прежде всего сферой материально-технического снабжения, что позволило улучшить обеспечение дивизии оружием, боевой техникой и автотранспортом. Так, например, артиллерийский полк дивизии получил батарею 150-мм гаубиц, саперный батальон, несколько шестиствольных минометов, разведотряд, штурмовые винтовки. Кроме того, по некоторым данным, дивизии было придано 12 единиц бронетехники, включая танки и штурмовые орудия. С 17 по 26 декабря 1944 года дивизия приняла непосредственное участие в действиях против частей Красной Армии. Казаки-эсэсовцы Приказом от 25 февраля 1945 года дивизия Панвица была переобразована в 15-й казачий кавалерийский корпус войск СС. 1-я и 2-я бригады переименовывались в дивизии без изменения их численности и организационной структуры. На базе 5-го донского полка Кононова началось формирование пластунской бригады двухполкового состава с перспективой развертывания в 3-ю казачью дивизию. Конно-артиллерийские дивизионы в дивизиях переформировались в полки. Общая численность корпуса достигла 25 тысяч солдат и офицеров, в том числе от 3 до 5 тысяч человек немцев. Помимо этого, на завершающем этапе войны вместе с 15-м казачьим корпусом действовали такие формирования, как Калмыцкий полк до 5 тысяч человек, Кавказский конный дивизион, Украинский батальон СС и группа танкистов Русской освободительной армии, с учетом которых под командованием группы фюрера и генерал-лейтенанта войск СС Панвица находилось от 30 до 35 тысяч человек. В марте 1945 года части 15-го казачьего корпуса участвовали в последней крупной наступательной операции Вермахта, успешно действуя против болгарских частей на южном фасе Болотонского выступа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...